В начале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Приходит день, и солнце всходит снова. А что в начале было? Было слово, было доброе слово, и свет появился из тьмы. Над водой, над землей засиял небосвод голубой. А потом? Появились растения, звери и птицы, и мы. Значит, люди! Да, люди! И я! И я! Да, и ты! И твой ангел с тобой. Здравствуйте, дорогие друзья! Поскорее устраивайтесь у экранов телевизоров, мы начинаем наше занятие по церковно-славянскому языку. Помолимся Господу, попросим Его благословения на это важное дело. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи, благослови! Сегодня нас ждет встреча с новой буквой нашей древней славянской азбуки кириллицы. Но сначала давайте повторим те буквы, которые мы уже знаем. Назовем их по именам. Аз, буки, веди, глаголь, добро. А теперь нас ждет новая буква. Посмотрите, вот она. Как и у всех букв азбуки, у нее есть имя. Называется она «Есть». Вот как это слово пишется по-церковно-славянски. Есть. Как и современная буква, «есть» читается как «Е». Что же значит имя этой буквы? Многие из вас подумали, принимать пищу. А вот ошиблись. Есть – это форма единственного числа настоящего времени от глагола «быти». Что сложно, но вы уже опытные филологи и сейчас все быстро поймете. Приведу вам пример из современного языка. Слушайте. Вот предложение. В нашем городе есть парк. И другое – в нашем городе будет парк. В этих примерах слова «есть» и «будет» – это две формы одного и того же глагола «быть». Его настоящее время – «есть» и будущее время – «будет». Так вот, друзья, имя нашей буквы «есть» – это как раз настоящее время церковно-славянского глагола «быти». Давайте, ребята, поподробнее поговорим об этом слове. Какую роль оно играет в церковно-славянском языке? В Новом Завете в первом послании апостола Иоанна есть такие удивительные слова. «Бог свет есть, и тьмы в нем несть не единые». Давайте переведем эти слова на русский язык. Это несложно. «Бог свет есть». То есть «бог» – это свет. «И тьмы в нем несть не единые». «И тьмы в нем нет не единый». То есть «никакой». Что это значит? Это значит, что Бог совершенен. И нет даже тени в свете Его святости. Теперь смотрите, друзья. Сегодня мы бы сказали так, как и перевели. «Бог – это свет». Или еще проще. «Бог – свет». Но в церковно-славянском тексте это предложение дошло до нас с глаголом «быти». «Бог в настоящем времени есть». «Бог – свет есть». Дело в том, друзья, что в современном языке глагол «быть» в похожих предложениях часто опускается. И мы его не произносим, а только подразумеваем. А вот церковно-славянский язык сохранил этот древний глагол. Его еще называют глагол «связка». Для того, чтобы всем было понятно, о чем идет речь, давайте сравним церковно-славянский язык с некоторыми современными европейскими языками. Ведь многие из вас, ребята, изучают английский, немецкий и другие иностранные языки. Так вот, друзья, во многих языках есть подобные глаголы-связки, которые сохранились до нашего времени. Например, в немецком языке глаголу-связки «быти» соответствует глагол «sein», а в английском – «to be». Как будут звучать слова из послания святого апостола Иоанна на английском языке? Дословно «бог есть свет». Теперь обратимся к немецкому тексту. И, наконец, как звучат и пишутся эти слова на церковно-славянском языке. «Бог свет есть». Ну, теперь-то, друзья, я думаю, вы поняли значение имени буквы «есть» и роль глагола «быти» в церковно-славянском языке. Он как бы связывает подлежащее с другими членами предложения в лице, числе и времени. А еще, ребята, я надеюсь, вы поняли и то, что в мире все взаимосвязано. Прошлое, настоящее и будущее. И некоторые слова, сохранившие свое древнее значение в священном языке нашей церкви, до ныне звучат в языках разных народов. Это еще раз учит нас тому, что к истории, к старине, к традиции надо относиться с величайшим уважением. И чем больше мы знаем о прошлом, чем бережнее мы к нему относимся, тем осмысленнее живем в настоящем, и тем разумнее относимся к будущему. Подумайте об этом, друзья. А я прощаюсь с вами. До следующей встречи через неделю. Храни вас Господь! Разум – душево спасение Богу на славу.